Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Мария Сунхалырова и Николая Слепцов у микрофоноведущей Саргалана Антонова. В России с 11 по 17 марта проходит неделя по борьбе с заражением и распространением вирусного гепатита С. Её цель – информирование населения о заболеваниях, его последствиях, мерах профилактиках и, конечно же, о возможности современного лечения. Давайте обратимся к статистике. Хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек в мире. При этом ежегодно происходит около полутора миллионов новых случаев инфицирования. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, хроническим гепатитом страдают более трёх миллионов детей и подростков. И, как оказалось, 20% живущих с вирусными гепатитами знают о своём заболевании. По официальным данным, в России насчитывается более 600 тысяч больных гепатитом С. Итак, как можно заразиться вирусом гепатита С? Почему его называют ласковым убийцей? Кто входит в группу риска? И что важно знать, если человек заболел гепатитом С? Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостей нашей студии. Это профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Татьяна Геннадьевна Дмитриева. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татьяна Радио. Мы работаем в прямом эфире телефона нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, а первый вопрос, который я хотела бы задать Татьяне Геннадьевне. Какое из инфекционных заболеваний на сегодня наиболее актуально? Ну, на сегодняшний день, сейчас в сезон респираторных инфекций, конечно, на первом месте стоят воздушно-капельные инфекции. ОРВИ, в меньшей степени грипп, ковид никуда не делся и другие воздушно-капельные инфекции. Ну, наверное, горожане все очень почувствовали, как был подъем заболеваемости, особенно в первой половине февраля. Сейчас немножко заболеваемость пошла на спад, но все равно случаев достаточно много. И дети болеют, и взрослые болеют. Выявляются у нас респиратурные вирусы, грипп в основном, грипп группа, и омикрон, ковид, штамм омикрон тоже выявляется. Угу. Есть ли какие-то особенности по заболеваниям именно вот в этом сезоне? Да, в этом году у нас был большой подъем, и сейчас он еще идет заболевание коклюшу. Это тоже воздушно-капельная инфекция, против которой есть вакцинация. Все детки до года вакцинируются. Вот та самая вакцина АКДС, которую, наверное, все родители знают. Но дело в том, что поствакцинальный иммунитет, то есть защита ребенка после вакцины, она не длительная, от 4 до 6 лет. То есть если даже ребенок был вакцинирован полноценно, все как положено, где-то к школьному возрасту у него иммунитет исчезает, и он может заболеть этой инфекцией. В этом году у нас очень много коклюша, значительно больше, чем было за многие предыдущие годы. Хотя надо сказать, что коклюш всегда был, но было довольно ограниченное количество. Это связано во многом с тем, что это последствия ковида, потому что в момент пандемии, когда были приняты противоэпидемические меры разобщения, была нарушена схема вакцинации по объективным причинам, и дети не вакцинировались в определенные декретированные сроки. Тут проблема в том, что эту вакцину можно ставить только детям до года. То есть ребенок вырос, он уже по возрасту старше года, и эта вакцина ему не подходит. И этот ребенок оказался беззащитным. Плюс отказы от вакцинации, которые тоже увеличилось это количество. То есть тут прямая зависимость от вакцинации маленьких детей, потому что они становятся резервуаром инфекции для более старших. И наоборот. Ребенок 7-8 лет, который, да, может заболеть коклюшем, болеть будет не тяжело, но он станет источником инфекции для своего младшего братика или сестрички, которые еще маленькие, которые еще не вакцинированы. Все дети с коклюшем, которые обращаются к нам за медицинской помощью, практически все не вакцинированы. И это серьезные проблемы. Это тяжелое заболевание, очень длительно протекающее, до 2-2,5 месяцев кашель. И родители, которые с этим столкнулись, это, конечно, прекрасно понимают, какая это проблема. Надо помнить, что болеют все возраста. Взрослые тоже болеют. Болеют дети, подростки. Но самая опасная группа – это дети до года, особенно первые полугодия жизни. У них это реально риск для жизни, это заболевание может представлять. Поэтому вакцинация у детей более старшего возраста, старше 4 лет, возможно, ревакцинация. Она в календаре прививок у нас не предусмотрена. Но такая вакцина существует, и ее, в принципе, можно сделать на коммерческой основе. Но самое главное – это внимание, конечно, родителей к здоровью своих детей. Обязательно нужно замечать. Да, надо бы обратить внимание, что длительный кашель без температуры и относительно удовлетворительное самочувствие вне периода кашля – вот это очень похоже на Коклюш. Длительный кашель имеется в виду более двух недель. Ну, давайте теперь непосредственно обратимся к теме нашего разговора. Сегодня мы говорим о неделе по борьбе с заражением и распространением вирусного гепатита С. И, конечно же, хотелось бы знать немного статистики. Насколько распространено это заболевание, например, у детей? Ну, статистика вещь лукавая. Дело в том, что у нас нет всеобщего скрининга на эти заболевания. Мы не знаем, не проводятся широкие сирологические исследования, именно широкие, повсеместные. Поэтому, по сути, наши заболевания – это по обращаемости. Люди приходят с какими-то своими проблемами, их обследуют и выявляют у них это заболевание. Не приходит человек, он никогда не узнает, что он болен. Проблема вирусного гепатита в том, что у них очень невыраженная клиника. Поэтому в большинстве случаев мы выявляем гепатиту случайно. Поэтому говорить о истинной распространённости, мы её не знаем по большому счету. Мы знаем те случаи, которые мы выявили. Которые зарегистрированы. Да. Хронические гепатиты, они в основном у нас представлены гепатитами В и С. Надо сказать, что у детей гепатит В практически сейчас исчез. Надо сказать, это произошло вот на моих глазах. Я живой свидетель эффективности программы вакцинации. Программа вакцинации началась в 2000 году. Вакцинировали новорожденных. И вот когда дети, это до 18 лет, это мой контингент. И вот когда в 2018 году, то есть все детки, которых я смотрю, они все были вакцинированы, за исключением единиц, в периоде новорожденности, гепатит В исчез. У нас осталось буквально несколько человек, детей, у которых есть гепатит В. А группа больных хроническими гепатитами, скажем, в 2010 году, у меня составляла 1500 человек. Полторы тысячи. Ну, там, конечно, был и С-гепатит, но его было в пределах 300. Все остальное – это был гепатит В. Сейчас несколько человек всего. Вот что значит хорошая вакцинальная программа. Ну, а гепатит С, конечно, вакцинации нет. Гепатит С есть. В пределах, ну, вот я сказала о сложности к диагностике, ну, где-то в пределах сейчас у нас, сейчас на учёте стоит около 46 человек. Но, ещё раз повторяю, это не истинное число заболевших. Хорошо. Давайте поговорим о том, кто же входит в группу риска и какие группы населения вообще должны обследоваться регулярно. Ну, давайте я буду говорить о детях, да? Я педиатр, занимаюсь детьми. Если, прежде всего, это контакт с родителями, больные хроническим гепатитом С. Чем младше ребёнок, тем больше у него связь с матерью, тем чаще источником инфекции является мать. Гепатит С может произойти внутриутробно, после рождения, при уходу к кормлению грудью. Поэтому, если мама больна гепатитом С, ребёнка обязательно надо обследовать. Ну, это так и делается. То есть, тут вот никаких новостей я не расскажу. Это так и делается. Если в семье есть больные хроническим гепатитом, к сожалению, вот неинформированность населения приводит к тому, что когда ребёнка гепатит С выявляется, и спрашиваешь родителей, есть ли в семье больные хроническим гепатитом, всегда получаешь один и тот же ответ – нет. Приходится задавать следующий вопрос – нет или не обследованы. Выясняется, что не обследованы. А при том, что бабушка у бабушки цирроз, например, или дедушка умер от рака печени. Поэтому, если есть какие-либо заболевания печени, нужно обследоваться, этих людей нужно обследовать на вирусные гепатиты. Ну и, безусловно, есть группа детей, у которых есть определённые заболевания, которые напрямую связаны с вирусным гепатитом С. Поэтому эти дети постоянно проходят проверку, этим занимаются их лечи доктора. А почему гепатит С называют ласковым убийцей? Давайте ответим на такой вопрос. Почему такое интересное название? Ласковый убийца. Интернетные мемы. Очень мне не нравится это выражение, потому что оно, в общем, не отражает суть проблемы, оно запутывает. Во-первых, сильно пугает убийца. Начнём с того, что это заболевание, вообще прихронические гепатиты, причина смерти, если смерть человека наступает в пожилом возрасте, предположим, по естественным причинам. И у этого человека хронический гепатит, то причины смерти, связанные с самим гепатитом, это всего 25%. 75% всех больных хроническим гепатитом, у них не возникает цирроза, не возникает рак. В подавляющем большинстве. Конечно, всё очень индивидуально. Есть сроки заболевания, очень важно. Фоновые состояния, какие другие заболевания есть у этого человека. Всё это играет роль. Но в то же время есть какая-то правда в этих высказываниях. В чём? В том, что вообще заболевания печени, любые гепатиты, а гепатиты бывают и неинфекционные, например, токсический гепатит, они все очень долго себя никак не проявляют. Печень – это огромный орган, который обладает огромными регенераторными способностями, компенсаторными. То есть вот тот ущерб, который наносится печени, она компенсирует. И человек очень долго этого не замечает. Годами, десятилетиями не замечает. А поскольку я работаю с детьми, то я это вот вижу особенно ярко, мы в подавляющем большинстве ставим диагноз случайно. Проходит обследование ребёнок по поводу какого-то другого заболевания, готовится к операции, у него берётся анализы и выявляется маркёр гепатита. Жалоб никаких нет, самочувствие нормальное, анализы прекрасные, а гепатит есть. Вот в этом главная беда гепатита. Надо сказать, что гепатит В в принципе у детей протекает так же. Очень долго, особенно организм ребёнка, он же растёт, растёт его печень вместе с ним. Погибшие клетки замещаются новыми клетками, органы нормально функционируют. Проходят годы, прежде чем печень перестанет справляться. Это уже чаще всего не дети, это уже взрослые люди. А что делать, если выявлены маркер гепатита? Что вы можете сказать? Прежде всего нужно обратиться к специалисту, к инфекционисту. У нас в детско-инфекционной больнице есть приём инфекциониста консультативный. То есть можно прийти, поговорить, всё объясним, всё расскажем. И надо понимать, что есть такая точка зрения, хотелось бы об этом сказать, такое мнение. Я понимаю родителей, никому не хочется, чтобы у их ребёнка был такой диагноз. И вот они сдают первый анализ, который сдаётся, имуноферментный анализ, ИФА. Определяются антитела. Находят антитела, положительные, потом нужно сдавать ПЦР. ПЦР получает отрицательный результат, и родители, чисто психологически, защищают себя. Они говорят, о, так нет, оказывается, ничего. Это не так. ПЦР и ИФА – это разные методы, они вообще проразные. ИФА показывает, что был контакт с этим вирусом. Организм ответил на него. То есть вирус в организме был. А ПЦР показывает, что этот вирус размножается в данный конкретный момент, вот прямо сейчас. Может быть, вы сдадите ПЦР через неделю, там уже всё будет отрицательное, потому что он перестал размножаться. Но беда в том, что периоды размножения сменяются периодами ремиссии, это не значит, что человек выздоровел. Не значит, что вирус ушёл из организма. Он просто, ну, скажем так, спит пока. Поэтому если ИФА было положительно, обязательно надо наблюдаться, регулярно обследоваться и ни в коем случае не забывать об этом. Вот мы говорили об основных способах передачи вируса у детей. Насколько они отличаются у взрослых, например? У детей нет полового пути передачи. У детей основной путь передачи это от матери к ребёнку. Как я сказала, время беременности. Но тут я должна отметить, что инфицирование вирусом гепатита С, как и вирусом гепатита В, внутриутробно не приводит к каким-либо порокам развития. То есть плод рождается нормально. Будет нормальный ребёнок, но он будет инфицирован. Если он инфицирован, значит, у него сразу уже хронический процесс идёт. То есть если женщина инфицирована, ребёнка обязательно надо обследовать. Это просто 100%. С рождения, то есть... Прямо сразу с рождения, да. Обследовать, наблюдать, контролировать его состояние. Затем при контакте, после родов, при грудном скармливании, просто при уходе может произойти заражение. Ну, да, заражение происходит, как мы говорим, парентерально, то есть через кровь. Но когда так говорим, это не значит, что будет какая-то кровавая рана большая. Нет. Достаточно небольшого повреждения кожи. Царапина, заусенница. Небольшой совершенно. При тесном контакте, постоянном, возможно заражение таким образом. при гепатите B такое заражение, вот такой, скажем, контактно-пытовой путь был основным. При гепатите там считалось, что, ну и считается до сих пор, что если в семье есть больную хроническим гепатитом B, а остальные члены семьи не вакцинированы, через 5 лет заболеют все члены семьи. При гепатите C не так. Он гораздо менее заразен. В пределах семьи отношения родители, дети, братья, сёстры, вот при таком контакте заражение приблизительно 5% за многие годы. Но всё равно такой риск есть. Безусловно, ребёнок и мать риск выше. Хорошо. А вот такой вопрос, я думаю, он волнует многих телезрителей, радиослушателей. Можно ли вылечить хроническую форму гепатита? Какого? С? Да. Гепатит C в наше время это фактически излечимое заболевание. Сейчас уже есть хорошие препараты. У взрослых они давно. Эффективные препараты для лечения гепатита C. Последние годы, буквально последние 3 года, появился препарат, разрешённый к применению у детей. Сначала он был разрешён детям с 12 лет, теперь с 3 лет. Хороший, эффективный препарат для лечения гепатита C. Ну, не стопроцентная гарантия. Ну, я вообще не знаю таких лекарственных средств, которые дают стопроцентную гарантию. Но в пределах 85% шансы на полное выздоровление и есть. То есть важно найти заболевание как можно раньше, начать лечить как можно раньше. Давайте уточним, вот вы сказали о совместном проживании, например, семьи больного, здоровых. И существуют такие мифы, которые, я думаю, нужно развеять. Вот, например, если у человека гепатит С, то, например, можно ли с ним здороваться, кушать за одним столом? Вот такие, всё-таки, может быть, не совсем правильные вопросы, но всё же поступают. Нет, конечно. Конечно, да. Он, человек этот, не должен стать изгоем. Это абсолютно... Ну, всё это безопасно. Ещё раз повторяю, это парантеральный путь передачи. Это только очень тесный контакт, причём в течение многих лет. Но, тем не менее, хоть и небольшой процент, риск есть. Поэтому, если в семье есть больной хроническим гепатитом С, обязательно надо контролировать состояние остальных членов семьи, регулярно сдавать анализы и контролировать. Вопрос от радиослушателя поступил. У нас есть член семьи, который болеет гепатитом С. Как часто нам нужно обследоваться? Ну, я бы хотя бы раз в два года это делала. Какие рекомендации по питанию вы можете дать больным гепатитам? Это очень важный вопрос. Как при любом заболевании желудочно-кишечного тракта, диета – это важнейшее лечебное мероприятие. Какие бы вы таблетки не пили, если вы не будете соблюдать диету, ничего вам не поможет. Диета обязательно. Что касается гепатитов, надо понимать, что всё, что мы пьём, едим, даже запахи, которые мы вдыхаем, все эти вещества, попадая в наш организм, проходят метаболизм в печени. И поэтому надо очень хорошо думать о том, что вы едите. Никакой чрезмерности, никаких злишеств. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся в небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Минздрав Российской Федерации объявил период с 11 по 17 марта недели борьбы с гепатитом С. В эти дни врачи рассказывают россиянам об опасности данного заболевания и предлагают сделать скрининги, чтобы выявить его до наступления тяжёлых последствий. Дело в том, что болезнь долгое время протекает бессимптомно, и люди просто могут не знать о своём статусе, передавая вирус другим. Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостей нашей студии. Я напомню, что это профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского института Северо-Восточного Федерального университета, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Татьяна Геннадьевна Дмитриева. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Татьяна Геннадьевна, до рекламы мы начали говорить о рекомендациях по питанию. Давайте продолжим эту тему. Я знаю, что она довольно обширна. Это очень обширная и сложная проблема, потому что пищевые привычки они очень консервативны. Вот как люди привыкли питаться в детстве, они всю жизнь будут скучать по такому питанию. Всегда будет хотеться того детского нашего питания. И тут возникают проблемы, потому что если в семье у ребёнка хронический гепатит, нельзя его одного посадить на диету. Надо перестраивать питание всей семьи. Но это как раз не страшно. Это как раз может быть повод для всех остальных перейти на так называемое правильное питание, как сейчас принято говорить. По большому счёту каких-то очень серьёзных ограничений нет. Нет такого пищевого продукта, который запрещён больному с гепатитом. Запрещена термическая обработка в виде жарения. Жарение на масле до румяной корочки. Вот это нельзя. Можно тушить, можно варить, можно запекать в духовке. Даже гриль можно, ну, не до угольков, конечно, да? Мы ограничиваем жир. То есть мясо можно, рыбу можно, но не жирную. Сливочное масло тонким слоем. Деревенскую сметану, пожалуйста, но не полбанки за раз. Шоколад можно, но не целую сплитку сразу. То есть здесь очень важна мера. Я ещё подчеркнула, пищевые продукты, потому что такие вещи, как эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, то, что есть в тех самых красивых ярких упаковках, которые продаются в магазинах, всё это не пищевые продукты, всё это химические вещества. А мы помним, что всё, что мы употребляем, проходит метаболизм в печени. То есть это лишняя, ненужная, излишняя нагрузка на этот орган. Если он болен, она ему тем более не нужна. Ну а такие вещи, как Кока-Кола и подобные... Газированные напитки. Понимаете, минеральная вода бывает тоже газированная. Нет, я имею в виду именно вот типа Кока-Колы, Фанты, вот такие напитки. Это вообще не пищевые продукты, это вообще бытовая химия. Так что это употреблять и здоровым-то людям не очень хорошо. Поэтому питание больного с хроническим гепатитом, оно должно быть вполне себе полноценным. Всё должно быть свежее, натуральное, домашнего приготовления лучше всего, без каких-либо химических компонентов. Ну, что можно лучше пожелать для питания каждого человека? Согласны? По поводу, ещё хотела бы остановиться на моменте, по поводу приёма медикаментов. Человек с хроническим гепатитом может всю жизнь этим страдать. Он будет болеть какими-то другими заболеваниями. И лекарства, которые он будет принимать, они ведь тоже проходят метаболизм в печени. Поэтому надо решать этот вопрос. Каким образом? Ну, опять, мера лечения должно быть необходимым и достаточным. Если у человека пневмония, без антибиотиков мы не обойдёмся. Но не надо ничего лишнего. Есть у нас такое представление, ну, давайте полечимся ещё витаминками. Да. Попьём витаминки, травки попьём. Такое впечатление, когда так говорят, вроде как хуже не будет. Будет. Во-первых, витамины употреблять без контроля нельзя. Это вам любой врач скажет. С травами ещё сложнее. Когда вы покупаете таблетку, там чётко написано, сколько содержится, какие вещества содержатся в этой таблетке. Когда вы потребляете травы, всё очень приблизительно. Вы не знаете, что там. Там огромное количество компонентов. А что касается гепатитов, в аптеках продаются такие травы, которые называются печёночный сбор. Казалось бы, чего лучше. Правда, всё собрали, и вот нельзя. Потому что это предназначено для заболевания желчевыводящих путей. Они все стимулируют выработку желчи. Это травы, которые стимулируют выработку желчи. А у больных хроническим гепатитом никаких проблем с желчью нет. С выработкой желчи, с выделением желчи. У них не бывает желтухи никогда. Поэтому стимулировать, заставлять печень работать с напряжением, тоже не надо, она больна. Поэтому когда вы хотите, если вам нужно лечиться травами, покупайте по одной траве, не сборами. И внимательно читайте, что там написано. Если там написано желчегонное действие, это не для вас. ну и самый больной вопрос для меня, как для инфекциониста, как для гипотолога, это БАДы. Это вообще страшные вещи. Потому что абсолютно бесконтрольно применяются. Происхождение этих часто вообще невозможно, особенно вот это сетевой маркетинг, когда мы вообще не знаем, кто производит, как производит, какой ответственность, вообще ничего не несет. и мы не знаем, что там. Потому что когда мне говорят, ну вот тут же написано, простите, это чистая реклама, волшебное средство, там ничего конкретного нет. Поэтому вот это надо строго ограничивать. Если возникает серьезная проблема и есть какие-то ну сомнения, можно ли принимать такие препараты или нет, проконсультируйтесь со специалистом. Лучше всего это обращение, совет и назначение врача? Врача-специалиста, который занимается заболеваниями печени. Пусть ваш врач свяжется. Мы всегда на связи, мы готовы ответить. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 320066 321166. А есть ли ограничения по занятиям спорта, например, для заболевших людей? Да. Есть такие ограничения. Дети с хроническими гепатитами могут посещать занятия физкультурой, только если это группа здоровья. Естественно, никаких секций, никаких чрезмерных нагрузок физических. Самое страшное, чего мы боимся, это травмы живота. Ну, это, конечно, редкость, но бывали разрывы печени при падении, при ударе в живот. Такое бывало. И это, конечно, самое страшное, что может случиться. Но тут проблема в том, что печень, конечно, она себя очень хорошо восстанавливает, но она не переносит, не может принести чрезмерной нагрузки. Что такое занятие спортом? Чаще всего это или соревнования какие-то. Или игры командные, когда у ребенка возникает азарт. Он уже не обращает внимания, что у него что-то болит там. Мы, конечно, всегда говорим, если ты почувствовал боль в правом боку, надо остановиться. Ну, как же остановиться, когда команда играет, когда от тебя все зависит? Поэтому, к сожалению, надо отказаться от этого. Совсем оставить ребенка без движения тоже нельзя. Самый, пожалуй, рекомендуемый вид занятий физическими нагрузками это плавание. Не секция плавания, ни в коем случае не прыжки в воду, это может быть травматично, а просто плавание для своего удовольствия. Это самое нетравматичное, что может быть. При заболевании гепатитом поражается только печень или же могут пострадать другие органы? Такой вопрос, который часто задают. Могут. Гепатит С, вирус, который ответственен за развитие многих заболеваний. Он сам эти заболевания не вызывает, но он провоцирует, поскольку от него страдают клетки иммунной системы, он провоцирует так называемые аутоиммунные процессы. И есть целый ряд заболеваний, триггером для которых, спусковым крючком, для которых является заражение вирусом. Это целая группа заболеваний. В принципе, эти заболевания, когда развиваются, гепатит уже лечения, заболевание уже будет, оно будет по своему пути идти, самостоятельно развиваться. Так что, можно сказать, что вирусы гепатита ответственны за поражение многих органов. Тоже вопрос, который волнует многих молодых женщин. Если поставили диагноз гепатит, каким образом нужно будет планировать беременность, планирование беременности, то есть подготовка к ней? Я уже сказала, что заражение может произойти внутриутробно. Ребенок не будет иметь никаких пороков развития, ничего этого не будет, но он может быть инфицирован. Еще раз говорю, может быть. Если женщина страдает хроническим гепатитом, она забеременела, то она может передать вирус своему плоду, а может и не передать. Никакой гарантии в этом нет. Но если вы планируете беременность, надо, если у вас есть гепатит С, и у вас есть возможность его лечить, лечить его можно не всегда, потому что лечение начинается в период активного размножения вируса. Вот самая реакция ПЦР, о которой я говорила, когда она положительна, тогда можно начать лечить. Если у вас есть такая возможность, можно пролечиться и потом уже планировать беременность. Но там есть ограничения. Противовирусные препараты сами по себе очень могут плохо влиять на плод. Поэтому там надо обязательно проконсультироваться с врачом, потому что после окончания лечения там нужен какой-то определенный промежуток, когда нельзя беременеть. Поэтому это вопрос очень индивидуальный. Тут много вопросов. Можно ли вам лечиться? как долго по эффективности терапии и как долго после беременности вы не сможете планировать беременность? Ну, а вообще-то вот есть такое мнение, тоже с этим сталкивалась, когда женщина с хроническим гепатитом забеременела, ей сказали, ты хочешь урода родить? Абсолютно нет. Никаким тератогенным действием, то есть повреждающим действием на плод вирусы эти не обладают. То есть мы можем успокоить молодых женщин в этом смысле, да? Какие меры у нас предпринимаются в республике для борьбы всё-таки с распространением заболевания гепатитом, да? Насколько распространена вакцинация? И каков процент матерей, семей, которые всё-таки отказываются от вакцинации? Ну, профилактика любого инфекционного заболеяния, любого заболеяния, прежде всего информации. И вот эта неделя она проводится собственно для того, в просветительских целях, для того, чтобы информировать людей. Но эта работа не должна быть компанейской, она должна быть постоянно. Люди постоянно, ну, нужно предоставлять информацию о том, что такое гепатита, как можно заразиться, что нужно делать, чтобы предохраниться от этого заболевания. Вакцинация, это не наша республиканская программа, это российская, календарь прививок, федеральный, в котором обязательно вакцинация от гепатита В всех новорожденных. Они вакцинируются в роддоме сразу же, потом через месяц или через 3 месяца, потом через 6 месяцев. Хочу обратить внимание, что если женщина является больной хроническим гепатитом В, вакцинация будет по-другому проходить. Будет сразу, потом через месяц, потом через 2 месяца, потом через 12 месяцев. То есть уже 4 дачи вакцины будет. поэтому женщинам во время беременности их обследуют, конечно, но кто-то прошел этот анализ, кто-то и прошел. Пожалуйста, будьте внимательны, определите, есть у вас HBS-антиген или нет. От этого будет зависеть, передадите вы его своему ребенку или нет, и как его будут вакцинировать после этого. против эффективности, я вам сказала, у нас практически исчез. Да, на своем примере вы видели. Да, я на своем личном опте могу сказать, его сейчас практически нет по сравнению с тем, что было. Те дети, которые у меня были на учете с гепатитом В, они, конечно, они просто стали взрослыми. Они ушли во взрослую службу, но я с ними больше не работаю. Я работаю только с теми, кто родился после 2000 года. Вот, и сейчас, как бы, у меня практически нет таких пациентов. Вакцинация работает, она очень эффективна. По гепатиту С. Вакцины нет, и в ближайшие годы ее точно не будет. Этот вирус имеет ряд особенностей. Он очень вариабелен, он очень изменчив, быстро мутирует, и мутирует так сильно. То есть, скажем, есть несколько вариантов гепатита В, вируса гепатита В, но они все дают перекрестный иммунитет. То есть, вы переболели одним вариантом, вы защищены от всех остальных. При гепатите С это не так. Там иммунитет строго типа специфический, а сейчас более 15 генотипов, около 150 субтипов. Поэтому вряд ли в ближайшее время мы будем ждать эффективную вакцину. Но еще раз хочу повторить, гепатит С излечимое заболевание. Поэтому борьба с гепатитом С сейчас это выявление заболевания, как можно раньше, контроль за пациентом, поиск вот этого периода, когда его можно начать лечить, то есть активная репликация, активное размножение, и лечение. Вот это сейчас алгоритм борьбы с гепатитом С. Еще раз повторяю, сейчас есть хорошие препараты, гораздо лучше того, что было, потому что раньше мы лечили препаратами инъекционными, очень тяжелыми, с большим побочным эффектом. 11 месяцев была терапия. Сейчас 2 месяца таблетированный препарат, который переносится очень хорошо. И эффективность очень хорошая. Хорошо. И в завершении нашей программы повторим, что все-таки нужно знать и соблюдать населению по профилактике вирусных гепатитов? Ну, еще раз повторяю, конечно, всего нужно обследоваться. Нужно знать, есть ли в вашем окружении, люди с хроническими гепатитами. Если у кого-то из родственников обнаружено такое заболевание, надо обследовать всех. Всех, кто живет в одном доме, всех родственников. Потому что при гепатите Б, это очень высокое заражение, при гепатите С меньше, но он тоже присутствует. Это первое. Второе. Если у вас были какие-либо медицинские манипуляции, ну, надо сказать, что у детей процент заражения через медицинские манипуляции очень невысок, но тем не менее это тоже возможно. Поэтому если у ребенка были какие-либо медицинские манипуляции, после этого тоже через полгода хорошо бы провериться. Если какие-то заболевания хронические есть у ребенка, он часто бывает в медицинских учреждениях, ложится в больницу на обследование, тоже нужен контроль. Главное найти. Главное найти этот вирус, и тогда мы знаем, что с ним делать. Родители спрашивают, какие анализы нужно знать для того, чтобы выявить заболевание. Повторите, пожалуйста, еще раз. Итак, иммуноферментный анализ ИФА определяет антитела к вирусу. Антитела это реакция организма на наличие вируса. То есть, если организм эти антитела выработал, значит, вирус был в организме, был контакт. самоизлечение от гепатита С менее 10%. То есть, если уж вирус попал, то он, скорее всего, там останется в подавляющем большинстве. Поэтому тактика у нас такой, если нашли антитела, значит, будем этого ребенка вести к хроническому больному. Для определения необходимости терапии ПЦР. Когда ПЦР будет плюс, можем начинать терапию. Хорошо, спасибо. Я благодарю вас за очень интересный и содержательный разговор. Дорогие друзья, это была программа Якутск Сегодня. Ее подготовила и провела редактор Сергея Антонова. Всего вам доброго. До свидания.